Вся наша жизнь состоит из мелочей. Все знать невозможно, но очень хочется. Есть ревнивые люди, а есть и ревнивые. И это все идет от воспитания из детства. Ревнивец рождается в владенчестве. Мама моя. И тогда родителям нужно четко расставить приоритеты. Испытывать ревность – это значит переживать целую палитру противоречивых чувств. Сомневаться в себе. Бояться одиночества и неопределенности. Завидовать людям, которым проявляют больше внимания. А может быть, даже это и не люди, а какое-нибудь занятие или дело. Ну и гордиться. Гордиться, наверное, тем, что мне уж никак никто не может изменить. Никто меня не может обмануть. А еще проявлять эгоизм. Ставить свои интересы и свои желания на первое место. Подруга со мной поделилась, что муж у нее помешан на ревности. Он постоянно за ней следит, проверяет ее телефон, взламывает почту. И вот она устала уже от такой жизни. Не знает, что делать. Не знает вообще, как ему доказать, что она не изменяет. И, в принципе, никогда не собирается этого делать. С одной стороны, может быть, стоит за нее порадоваться. Что раз у мужа хватает времени, наверное, на все вот это, он сам предан ей, не изменяет. Но, с другой стороны, действительно, он хочет уличить ее в измене. Что он этим добивается? И как вообще вот в такой ситуации себя оправдывают ревнивцы? Что такое ревность? Ну, прежде всего, это недополученная любовь и возможность потери. Это страх потери. Михаил Иванович Макаров. Психотерапевт. Психиатр-нарколог высшей категории. Мастер нейролингвистического программирования. Гипнолог. Руководитель Центра Возрождения. Человек чувствует, что вот какие-то моменты, они не соблюдаются, которые бы он хотел получить. И страх потери. Там уже семья, там дети, там быт, там машины, квартиры. Многое что. И если произойдет этот разрыв, альжи-удар, это стресс. Поэтому такие ситуации бывают достаточно часто. Социум имеет еще такой взгляд на эту проблему в том плане, что давно сложилось мнение. Ревнует, значит, любит. Можем ли мы поставить знак равенства между вот этими понятиями? Равный знак здесь поставить нельзя. Преемность – это недополученная любовь. И страх потерять эту любовь. Страх потерять чувство комфорта. Любовь – это много-много составляющих. Это психологический, физический, все уровни комфорта. Любовь – это комфорт. Создать комфорт-то не так-то просто. Ну, условно говоря, любой, опять же, здравый человек, ну, может, он какие-то эмоции получит. Комфорт-то будет сложно сказать. Скорее всего, нет. Интересная штука, если говорить про ревность, это алкогольная перед ревностью. Человек выпивает. Выпивает соответствующим образом. Половая функция резко снижается. Он как выпьет, герой, он всех победит. А на самом деле-то этого ничего нет. В том числе и женщин любых победят. Ну, может, ты ему говори, ты задаешь. Ну, я там в фоне возникает прям бредовая идея. Он же не дорабатывает ни тут, ни там, нигде. Она его измерет, там слежка, там все. Вплоть до убийства. Кстати, это серьезно. Что такое брак? Брак – это контракт. Ты соблюдаешь это, я соблюдаю это. Это в 15-18 лет, там эмоции, чувства, захлёстывают. Это вроде как любовь. Любовь с годами трансформируется. Это становится совершенно другая штука. То есть, мало того, мы вот люди, мы не понимаем, что это не мы выбираем. Это за нас судьба. Бог выбирает. А мы с вами подходим, как клють замков. Как же ужиться вот с таким ревнивцем, ну, вот в данном случае вот этой женщине? Это все равно своего видозависимость. Конечно. Ну, вот есть один из отработанных психиатрических моментов, как убрать эту ревность. Надо садиться и каждый вечер проговаривать. Вот я тебя ревную, там, то-то-то-то, и по несколько раз. То есть, вместе садиться? Вместе, конечно. Действительно? Это работная система? Это работа. Но если уже мы говорим про брак, то это все-таки работа. Брак, прежде всего, конечно, это работа. Мы же разные люди, со своими привычками, характерами и так далее. Надо всегда, в любой ситуации, вообще надо уметь находить компромисс. Вы можете назвать себя ревнивым человеком? Понятно, что у меня самая красивая, самая интересная для меня женщина. И, конечно, на нее обращать не могу. Но мне это цитит. Вот это, наверное, правильный подход в этом случае, да? Нет, конечно. Гордиться тем, что на твою женщину обращают внимание. Конечно, но она же не меняет меня на кого-то другого. Ну и что-то есть любовь. Вот такая штука. Загляните в холодильник. Спорим, там лежат они, замороженные пельмени. Нет, мы не экстрасенсы. Простая статистика. Это самый популярный русский полуфабрикат. Продукт действительно знаковый, поэтому и мифов о нем немало. Разберемся. Первый и самый главный. Многие считают, что в покупных пельменях нет мяса. Ну, прежде всего, нужно посмотреть на категорию пельменей. То есть, если категория высокая, то есть, это категория А, Б и В. То есть, эти три категории, так сказать, их можно брать. Далее я бы уже не рекомендовала. То есть, в связи с повышением как бы букв, повышается процент мяса в начинке. То есть, соответственно, категория А самая высокая по содержанию мяса. И она редкая для нашего вида пельменей. Вообще, для пельменей она редкая. Мало кто выдерживает эту категорию. У нас вот есть линия категории А. Миф насчет начинки развеяли. Теперь беремся за пельменный внешний вид. Существует стереотип, что пельмень в виде ушка сохраняет при варке лучше свою форму. Это так? Я бы не сказала. Самое главное при варке – это правильно варить. На каждой пачке пельменей Феденька есть подробная инструкция о том, как варить пельмени. Если вы ее придерживаетесь, то любая форма сварится идеально. Запоминаем, форма пельменей никак не влияет на качество готового продукта. Все зависит от состава теста. Тесто должно быть сделано максимально из натуральных ингредиентов. Поэтому, опять же, я привлекаю внимание к местным производителям. То есть, соответственно, именно местные могут позволить себе работать на яйце, работать на муке у местных производителей и на высшем качестве. То есть и мука высшего качества, в частности, Феденьки, мука высшего качества. Яйцо мы берем деревенское. Еще один миф. Дорого – значит, качественно. Супердорогие – это не панацея того, что оно будет качественно. То есть, компания Феденька и полуфабрикаты Феденька, мы как раз-таки работаем, так скажем, в нише демократической, но не совсем низкой. Вот так скажем. То есть, мы рассчитаны на среднего покупателя города Магнитогорска и близлежащих городов для того, чтобы людям была доступна наша продукция. Но, тем не менее, так как, опять же, скажу, что мы здесь рядом, нам не нужно тратиться на транспорт, далеко возить, что называется. Мы на этом экономим на логистике. Соответственно, мы благодаря этому стараемся не повышать сильно цену. И последний миф про варку. Вы наверняка тоже думаете, всплыли – значит, готовы. Это не совсем верно. Если вы налепили свежие пельмени и варите их, тогда да. А если вы покупаете замороженные пельмени, то после всплытия лучше дать 3-4 минуты пельмешкам повариться, чтобы фарш наверняка приготовился. Мы сейчас варили пельмешки, которые называются мусульманские. У них категория «Б». Это у нас серия пельменей, которые идут без свинины. Они предназначены для людей, которые свинину не употребляют в пищу. Это вот у нас мусульманские пельмешки и восточные. У нас мусульманские в составе начинки говядина и конина. Тоже у нас, которые очень любят. Магнитогорские восточные – говядина с бараниной. Так что теперь идем в магазин за новой партией пельмешек со знанием дела. Смотрим категорию, читаем состав и варим правильно. А чего люди все чаще обращаются к платной медицине? Да может быть потому, что для большинства людей платная медицина – это единственный выход. И не только для тех, кто комфорт предпочитает многочасовым очередям, но и для тех, кто неделями не может попасть к врачу. У нас среди специалистов ортопед – травматолог, невролог, иглорефлексотерапевт, ну и также смежные специалисты, ну допустим, косметолог есть. Все специалисты имеют высшее медицинское образование, у всех есть опыт работы в муниципальных учреждениях. Их квалификация соответствует тому, что можно предъявлять врачу, который будет работать в частном центре. Что за чудо-процедуру такую вы предлагаете по удалению папиллом? Удаляем этим электрокоагулятор, то есть это идёт конусное, конкретно соприкосновение с папилломами и с бородавками, иголочка, она одноразовая, она идёт как альтернатива лазерного удаления папиллом или бородавок. Здесь происходит выжигание, то есть выжигается не только головка, а выжигается полностью с корнем. На этом месте больше не вырастает никаких папиллом. Сами вы вот себя здесь реализовали, нашли, как вам? Да, сам я себя реализовал. Имею возможность нестандартно подходить к решению проблем пациента. Чего делать в муниципальной клинике нельзя, потому что там есть некоторые стандарты лечения, от которых, отклоняясь от которых, вы будете создавать проблемы. Ну а не вредит ли это пациентам? Ваш нестандартный подход? Если человек приходит в качестве профилактики или с заболеванием каким-то приходит, иглоукалывание, что надо? Я могу, в принципе, даже не спрашивать, что у него болит. Мне достаточно будет знать пульс. Я могу на этой общей картине ставить полезные, скажем так, точки. Мне хочется делать, не констатировать безнадёжные факты, а менять к лучшему состояние. Какой сегодня массаж вы предлагаете? И вот вообще массаж имеет какую-то сезонность? Да, конечно, имеет сезонность, особенно для профилактики хронических заболеваний, так как весна-осень – это период обострения. Соответственно, чтобы предотвратить эти самые обострения, можно поделать массаж. Сидячая работа для позвоночника, для спины – это один из самых, так скажем, неблагоприятных вариантов. Часто бывает, люди приходят в частные медицинские центры, и их настораживают то, что им навязывают какие-то дополнительные ещё обследования, лечения. Я не думаю, что тут кто-то что-то лишнее навязывает, потому как это даже, скорее, юридический момент. Мои предположения, они должны быть подтверждены каким-то методом обследования, а не моим умозрительным заключением. Поэтому я не могу сказать, что тут происходит какая-то нагрузка на пациента излишняя. Мы сегодня предлагаем вам процедуру гидромассаж подводный. Он применяется в ортопедии, в ревматологии, терапии, в косметологии, в неврологии, гинекологии. Но на данный момент, допустим, мы предлагаем как антицеллюлитный массаж. Что происходит? Это идёт очень хороший лимфодренаж, подтягивается кожа, и вы становитесь стройней. Если рекомендовать ваш медицинский центр, то чем вы отличаетесь от других? Мы сузились до решения определённых проблем. То есть мы не стараемся охватить необъятное, решаем проблемы только заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Плюс у нас несколько нетривиальный подход к лечению, и есть некоторая концепция, которая нами осуществляется. Разобраться до конца, что такое ревность, нам очень сложно. Мужчины и женщины живут абсолютно разной жизнью, по соседству с друг с другом, но при этом любят и ценят одинаково. Я вообще считаю, ревность – это такое разрушающее чувство. И если уж ты его испытал, а мы, наверное, все всё-таки в какой-то мере его испытывали, лично для меня хорошо бы его направить в какое-то позитивное русло. То есть если ты ревнуешь своего человека, что он там, не знаю, занимается спортом, у него есть какие-то дела, ну займись тоже спортом, найди для себя дело. То есть вот для меня важно и в личной жизни, и в работе не смотреть на других, а лучше сделать у себя, чтобы у тебя было лучше. Жизнь других помогает нам взглянуть на свою собственную со стороны и сделать её намного лучше. Редактор субтитров А.Семкин